Артефакты, многочисленные научные труды, личные вещи, документы, а также результаты археологических экспедиций. Среди экспонатов есть и уникальные – древнетюркское руническое письмо и отреставрированные древесно-угольные скульптуры северных оленей. Фигуры знамениты тем, что имели уздечку, то есть в древности являлись домашним скотом. Выставка к вековому юбилею со дня рождения знаменитого сына Хакасской земли Леонида Романовича Кызласова открылась сегодня в Национальном музее. Археолог, востоковед, историк, доктор наук, профессор МГУ. Зал полностью переформатирован, он переформатировал архитектурно. Концепция мемориального зала Леонида Романовича Кызласова, история Хакасии начинается здесь, она связана тесно с историей музея, чего никогда не было. Потому что действительно роль Леонида Романовича Кызласова в развитии нашего Хакасского краеведческого музея исключительна. Он сохранил возможность для научных исследований и всю свою жизнь он посвятил изучению истории Южной Сибири. Сегодня об этом много говорилось. И прежде всего своей родной Хакасии. Неразрывная нить между историей музейного дела и историей республики отражена во всей экспозиции. Изначально предполагалось создание зала, посвященное Леонида Романовича Кызласова. Но мы сейчас провели реконструкцию. Вернулись уникальные экспонаты из реставрации, которые около двух лет были. Были задействованы экспонаты из Тувы. То есть мы фактически создали новый мемориальный зал Кызласова. И не просто мемориальный зал, но он рассматривает через призму истории музея. Эту неделю Хакасский национальный музей посвящает памяти Леонида Кызласова. Здесь пройдет ряд мероприятий, посвященных столетию ученого. Это и Кызласовские чтения и конференции. А 23 марта на площади у музея будет открыт памятник хакасскому ученому.